В это воскресенье весь православный мир отметил День Святой Троицы. Праздник еще называют Пятидесятницей, так как сошествие Святого Духа на апостолов совершилось в 50-й день после воскресения Христа. Это событие положило начало Святой Церкви. Троица почитается в народе как один из самых главных православных праздников. В этот день в Свято-Успенском храме была проведена выставка продажа, где прихожане со всех храмов Славянского района представили разнообразную выпечку, поделки, иконы, сделанные своими руками. А в стенах храма прошло праздничное богослужение. Праздник Троицы имеет не только православные корни, но и языческие. Еще до зарождения христианства в это время отмечали зеленую или русалью неделю, когда жилища пышно украшались растениями. Отголоски языческих обрядов сохранились и по сей день. На Троицу верующие устилают свои дома ветками березок, символизирующих обновление и расцвет жизненных сил. Поэтому и площадь перед городским домом культуры в этот день буквально расцвела. В самом центре выросла березка, украшенная разноцветными лентами. Повсюду свежескошенная трава, цветы. На сцене выступали лучшие творческие коллективы района. Тебе мы молимся, о дух святой. Тебя мы славим в этот час, святая Троица. Это душевный праздник православный в честь Святого Отца, Сына и Святого Духа. И это от души идет. Очень приятно, что все почитают этот праздник. Вот и мы решили с детьми отдохнуть и провести этот праздник. Мне нравится этот праздник. Он красивый, народный праздник. Детям здесь интересно, и нам, взрослым, интересно. Кульминацией праздника по традиции стало проведение старинного обряда – купание семичихи. Соломенную разряженную куклу – символ плодородия. Все вместе – артисты и зрители. Поднародные песни понесли от театральной площади к улице Набережной, после чего бросили ее в воду. Есть поверье, что после этого обряда можно ждать хорошего урожая. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа События.